всех приветствую на канале мир пиво с вами Юлия Сергеевна сегодня я буду дегустировать пиво от английской пивоварни Сент-Остел пивоварня была основана в 1851 году и по сей день остается независимой семейной пивоварни ее основатель Уолтер Хиггс начинал как мастер соложения и виноторговец и эти два направления по сей день сохраняются и актуальны для пивоварни она является главным поставщиком на юго-западе Англии поставляет свое пиво и не только пиво также вино сидр и другие алкогольные и безалкогольные напитки более чем 5000 пабов ресторанов клубов отелей в общем продукция пользуется огромным спросом я сегодня дегустирую пиво адмирал с эль эль адмирала это пиво было выпущено впервые в 2005 году в честь двухсотлетия победы вице-адмирала нельсона гуарацио нельсона при трафальгаре 1805 году вот здесь он изображен этот адмирал смотрит он не в подзорную трубу а в бутылочку в бутылочку интересная задумка много у него медалей много побед он конечно одержал над французским испанским флотом и вот такой вот герой английский вот так его изобразили смотрят в бутылку и вот такая фраза не вижу никаких кораблей всех он отопил победил наверное печально конечно что такая личность погиб он погиб одержал победу но был ранен французским снайпером ум и соответственно фальгар и через несколько часов скончался конечно успел он попросить чтобы его похоронили на родине перед смертью здесь вот стала задача как это тело его доставить на родину потому что нужно было и корабль починить после битвы и плыть неделю а то и две а то и несколько месяцев в общем с учетом починки корабля очень много времени это могло занять потому что быстро фальгар находится на испанском берегу атлантического океана а нужно было до англии добраться и в общем судовой врач принимает решение за спиртовать его тело он взял огромную бочку поместили туда тело и цели ли бренди то время очень много было бренди на кораблях потому что вода протухала во время длительных плаваний а моряки пили бренди ром или грог и вот были взяты все запасы алкоголя и слиты в эту бочку и таким образом тело доставили на появилась даже легенда якобы во время следования матросы проделывали отверстие и вот подтягивали это бренди через соломинку и так появилась фраза пустить кровь адмиралу то есть выпить в тайком от начальства ну конечно только легенда потому что тело охранялась по пути всего следования но также вот слухи поползли что якобы по прибытию в англию бочка была пуста ну в общем это все остается тайной также неизвестно что сделали с бренди которая там была после того как . припала в англию в общем вот такая вот история друзья есть даже ром под названием nelson's blood кровь нельсона вот такие вот факты ну что ж давайте приступим к дегустации почитаем состав тут заклеили перевод гласит что здесь у нас в составе вода ячмень пшеница дрожжи и хмель экстрактивность 18 5 алкоголь алкоголь 5 вот давайте приступим сладкие нотки уже слышу цвет такой краснотой такой вот какой-то вот даже бледно-рубиновый краснотой такой вот медный цвет пенка тоже желтоватая такая средне пузырчатая ощутим аромат аромат сладкий приятный сладкий солодовый аромат такие вот цветочные фруктовые моменты изюма даже вот такие нотки приятный аромат вкусный алкоголя не ощущается такой вот свеженький цветочно-фруктовый аромат будем пробовать сразу первых глотках сладость и горечь буквально вот как-то вот сбалансированная и горечь сразу ощущается такая средняя приятная такая пивная горечь сладость карамельная сладость и горечь кислинка тоже легкая легкая кислинка послевкусие недлительная горьковатая алкоголь при питье не ощущается такое послевкусие сухое тело среднее не слишком плотное пиво среднее тело карбонизация ниже средней подвожу итог не очень впечатлило меня это пиво обычный простой вкус напоминает среднестатистическое пиво бельгийского стиля такое вот изюмные ароматы пряного фона здесь нет заявленная плотность как-то тоже я не ощутила не особо оно плотное такое вот среднее тело вкус простой поставлю ему два с половиной балла два с половиной балла с вами была Юлия Сергеевна подписывайтесь на канал и до следующих дегустаций пока пока